МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на Первом Карагандинском в студии Миром Гульсал Кимбаева. Здравствуйте! Сегодня я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях этого дня. Итак, коротко о главном. Полицейские подали в суд на чиновников отдела жилищно-коммунального хозяйства. Яблоком раздора стал пешеходный переход, установленный в 11-м квартале Майкудука. Власти ищут строительные фирмы, которые бы на благотворительной основе отремонтировали сгоревший дом на улице Вагонная. Аким района имени Казбекби рассказала о проводимой работе. Полиция разбирается по делу об избиении ребенка. В Тимиртау на детской площадке женщина ударила малолетнюю девочку. Суд назначил ряд экспертиз. Пешеходный переход в 11-м квартале Майкудука стал яблоком раздора между городским отделом ЖКХ и местной полицейской службой. Чиновники установили пешеход и дорожные знаки по просьбе горожан. Полицейские в свою очередь заявляют, что пешеход установлен незаконно и требуют его убрать. Свою правоту стороны отстаивают в административном суде. Это выездное заседание суда. Чтобы выяснить целесообразность, а главное законность установки знака пешеходный переход, судья выехала на место. Суть этого судебного разбирательства в том, что Каргандинский отдел ЖКХ организовал пешеходный переход в 11-м квартале Майкудука возле детского интерната. Казалось бы, сделано это на благо горожан. Вот только руководители местной полицейской службы с этим не согласны. По мнению юриста полицейских, мало того, что установку дорожных знаков с ними никто не согласовывал, так еще и установлены они неправильно. Все хорошо. Вот смотрите, автобус остановился, закрыл с левой стороны знак. С правой стороны знак у нас отсутствует. То есть согласно стандартам, 14-13-2010, вы вчера читали, да, что нас устанавливают на правой стороне, на различные полосы, с левой стороны, фигируются. Для чего это делается? Это не проблема. Сегодня же я ему дам задание, тогда подпишу. И он вот здесь поставит, да. Еще один, вы потом опять найдете предписание. Еще один поставит, да. Вот я думаю, что это дам. Стражей порядка поддержали и водители. По словам автолюбителей, уж слишком много пешеходных переходов появилось на улицах города, а это тормозит весь транспортный поток. Однако пешеходы, ставшие свидетелями выездного судебного заседания, встали на сторону чиновников ЖКХ. Карагандинец Михаил Куркин заявил, пешеходный переход здесь напрашивался уже давным-давно. ДТП происходит, детей жалко. Мы для народа, они для них. И эти полицейские, вот которые, как его, Ергожин фамилия, вот сейчас, который он здесь, я не знаю, правильную фамилию, мы уже не знаем. Я у него спросил, а что такое полицейский ответил? Он не ответил, государственные госслужащие. Как-то аттестацию сдавал. Он на этот вопрос мне не ответил, не знает, что такое полицейский. Как он, может быть, работает, много лет работает? Руководство. Я звонил Коваленке, начальник областного административной полиции. Вы посмотрите, что делал. Мы по закону. Нет, вы против людей. Делайте против народа, что люди хотят. Против детей, которые тут переходят дороги. Вот такое дело. Вот так оно происходит. И кормушка закрыта. Поэтому обвинили ее ни за что, Шалпан Максутов. Вот я и обращаюсь. Вот такие дела. Итоги судебного заседания пока неизвестны. Примет ли суд сторону ЖКХ, либо поддержит полицейских. Этот вопрос рассматривает уже суд второй инстанции. Первый стражи порядка выиграли. В межрайонном административном суде полицейским удалось доказать, что пешеходный переход здесь установлен неправильно. Не были произведены специальные исследования о целесообразности. Более того, суд первой инстанции оштрафовал руководителя ЖКХ на 15-месячных расчетных показателей. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Власти района имени Казыбекби намерены восстановить сгоревший дом на улице Вагонная. На днях планируется начать составление сметы на строительство дома. Кроме того, будет оказана помощь с остановлением документов. На кадрах дом номер 25 на улице Вагонная, объятый пламенем. 1 июля жилой дом барачного типа сгорел дотла. Десять семей остались без крыши над головой. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Горели домашние вещи, мебель, кровля, деревянные перекрытия. Очевидцы рассказывают, что в спешке выбежали из дома, успев прихватить лишь детей и документы. В страшном пожаре пострадал Арман Шайкенов. Ему обожгло лицо. Когда произошел пожар, кипящая вода попала мне в глаза. А там было химическое вещество. После этого случая никто нам ничем не помогал. А эти дома уже не подлежат восстановлению. Сами видите, в каком состоянии. Нам приходится снимать квартиру за свой счет. Не знаем, что делать дальше. Сегодня погорельцы размещены у родственников и в общежитии. Либо снимают жилье. Районные власти уже помогают с уборкой мусора. Кроме того, чиновники подключились к поиску благотворительных организаций, способных помочь в ремонте квартир. По поручению руководства области и города Караганды, сейчас мы работаем по обращению к спонсорам строительным организациям, которые по своей собственной инициативе окажут содействие в строительстве, в восстановлении этого дома. Я сейчас не могу сказать, какие это будут суммы, потому что это добрая воля именно этих людей, патриотов и тех, кто именно помогает людям в трудной жизненной ситуации. И еще то, что касается подготовки детей к школе, то в рамках программы «Дорога в школу» областное управление образования также оказывается содействие. Подключились общественные организации. Аким района Татьяна Шатохина подчеркнула, что не все жители сгоревшего дома проживали здесь на законном основании. Однако никого власти бросать не собираются. Будем оказывать. Ну вот что будет с теми людьми, которые, как вы говорите, незаконно проживали здесь документами? Вы поможете оформить квартиры? Будем оказывать содействие по оформлению документов. Как они проживали? Какие у них были документы? Просто так же они без документов не могли здесь проживать. То есть вот здесь все эти моменты мы держим на контроле. Стоит также отметить, что дом 1947 года постройки уже давно представлял опасность в противопожарном плане, заявила Аким. Причиной пожара стало использование открытого огня в одной из квартир. Это та семья, которая вела асоциальный образ жизни, заявляют соседи. Вот и в тот злополучный день жильцы выпивали, а когда начался пожар, то попросту сбежали. Сегодня власти ищут строительные компании, которые бы на благотворительной основе согласились отремонтировать дом. Кроме того, на днях было объявлено, что католическая церковь выделила 3000 евро в помощь погорельцам. Мирамгуль Салкимбаева, Андрей Тенж, Аслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Сотрудники полиции разбираются в скандале, который произошел в городе Тимиртау. 4 августа на детской площадке молодая женщина ударила чужого ребенка. Местные жители уверяют, что такие случаи происходят не в первый раз. Очевидцы засняли на видео, происходящее и опубликовали в социальных сетях. На сегодняшний день определены личности, которые были зафиксированы на любительском видео. Суд назначил экспертизу относительно пострадавшей девочки. Если после экспертизы выяснится, что девочка получила телесные повреждения, то будут предприниматься соответствующие меры относительно женщины, которая ее избила. Следует отметить, что женщины на видео не первый раз поднимают руку на чужих детей. Во многих случаях родители не писали заявление. Оправдательный приговор вынесен директору ТО «Жизгазганэнергосбыт», которая обвинялась в незаконном повышении тарифа на электроэнергию и получении незаконного дохода от населения. Возбуждение уголовного дела добилась прокуратура, поскольку повышение тарифа не было согласовано с Департаментом по регулированию естественных монополий. Тариф компании «Жизгазганэнергосбыт» повысил с 14 тенге 50 тиин до 18 тиин 83 тиин. Причем это повышение не было согласовано с Департаментом по регулированию естественных монополий. Этот факт и стал причиной возбуждения уголовного дела в отношении руководителя компании. Многочисленные письменные требования Департамента монополист проигнорировал. Директору монопольной организации Лидии Ногай вменили в вину статью Уголовного кодекса «Монополистическая деятельность». По версии следствия, компания применила недозволенные методы в конкурентной борьбе. Однако допрошенные должностные лица компании заявили, что когда сотрудники антимонопольного департамента делали анализ, они не включили в него затраты на транспортировку и ряд объективных причин, вынудивших компанию повысить тариф. Судец Жизгазганского городского суда признал Лидию Ногай невиновной и оправдал за отсутствием в ее действиях состава уголовного преступления. Областная судебная коллегия по уголовным делам также пришла к выводу об отсутствии состава преступления. Органами досудебного производства Лидия Ногай была обвинена по части 1 ст. 196 Уголовного кодекса. Жизгазганским городским судом Короневской области, рассмотрев 29 мая текущего года уголовное дело, признал ее невиновной в обменяемом уголовном правонарушении и оправдал ее за отсутствие в ее действиях состава преступления. Оправдательный приговор был опротестован прокурором. Судебная коллегия по уголовным делам Короневского областного суда, рассмотрев данное дело, пришла к выводу об отсутствии в ее действиях состава преступления, предусмотренного в вышеуказанной статье. Судебная коллегия по уголовным делам Короневского областного суда приговор суда первой инстанции оставила без изменения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Канде продолжается неделя музеев. Очередным свою экспозицию представил археологоэтнографический музей Актугайского района. Музей создан еще в 1986 году. За этот период сотрудникам музея удалось собрать немалую коллекцию экспонатов. Широко представлена этнография. Естественно, музей археологоэтнографический. Широко представлены материалы этнографии данной юрты. Хорошо представлены и природа, потому что природные памятники. Актугай также сильно представлены в красочной форме. Ну и, конечно же, люди Актугайского района, исторические личности Актугайского района. Это отдельный момент, на котором можно остановиться в этом году. Посетители выставки смогут подробнее узнать о жизни наших предков, а также этапы развития нашей страны. Рассматривая представленные экспонаты, можно узнать много интересных фактов из истории Актугайского района. В музее также представлены старинные ювелирные изделия, посуда и некоторые предметы быта прошлых веков. Выставка мне очень понравилась. Узнал тут много нового и интересного. Я нечасто хожу в музеи, в этот раз решил посетить экскурсию и ни о чем не жалею. Ведь гиды рассказывают очень интересно и экспонаты завораживают. Теперь буду ходить чаще на подобные мероприятия. Так как музей существует более 30 лет, экспонатов собралось очень много. В шахтерскую столицу привезли лишь малую часть. Но это не помешает жителям Караганды изучить историю, говорят организаторы. Выставка будет радовать гостей и местных жителей всю неделю. С 8 по 14 августа. Асель Сазамбаева, Жуслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Фото и видео лунного затмения массово выкладывают в сеть казахстанские пользователи. Жители республики в ночь с 7 на 8 августа наблюдали частичное лунное затмение. Ранние ученые пояснили, что по всему Казахстану это явление приходится на очень удобное время, потому что максимальная фаза приходится на 0 часов 20 минут по времени Астаны. В темноту погрузилась только часть диска полной луны. В максимальной фазе затмение спутник Земли был урезан примерно на четверть в нижней части диска. По словам ученых, последнее зрелищное лунное затмение над Казахстаном было около 6 лет назад. На этом у нас все. Если у вас есть интересная информация, вы можете позвонить к нам в редакцию по номеру 420649. Также наши новости вы можете посмотреть на сайте телеканала Первый Карагандинский. Ну а я с вами прощаюсь. Все, мы ансоу болуны с дар. Редактор субтитров А.Семкин